Национальная валюта Казахстана сегодня потеряла в цене почти треть после того, как власти объявили о переходе на плавающий курс. Он будет зависеть от рыночного спроса, заявили в правительстве. Утром на бирже после таких новостей за доллар давали 255 тенге, было менее 200. Многие обменные пункты закрылись, банки несколько часов не могли определиться с новыми значениями покупки и продажи долларов, евро и рублей. Среди жителей ожидание роста цен в первую очередь на импортную бытовую технику. Президент Нурсултан Назарбаев на совещании в Астане с руководителями крупных предприятий заявил, что другого решения нет и что государство будет пресекать любые провокации. Здесь могут быть люди, которые будут шантажировать банки, кричать, орать на перекрестках. Таких людей будем пресекать, я авторитетно всем заявляю. Пусть не обижаются. Не от хорошей жизни, не потому что мы хотим что-то ухудшить, мы это делаем. Мы делаем сознательно для благополучия наших граждан. Если хотите, благополучия страны. Эксперты, опрошенные агентством Prime, согласны, что переход к такому курсу ТНГ вынужденный. Власти долго поддерживали валюту, несмотря на падение мировых цен на энергоносители. Когда в России уже действовал плавающий курс рубля, Казахстан долго выигрывал от его падения. Но бесконечно это продолжаться не могло, говорят аналитики. Девальвация в соседнем государстве, хоть и изменит торговый баланс, но не будет сильно влиять на российский рубль, заявил глава нашего Минэкономразвития Алексей Улюкаев. На московской бирже сегодня были заметные колебания на фоне другого фактора. Продолжала дешеветь нефть. Одновременно доллар поднимался выше отметки 67 рублей, евро превышал 75. Официальные курсы Центробанка на завтра таковы. Доллар 66,96 плюс рубль 24, евро 74,47 прибавил рубль 77.